Ливневки в Тирасполе прочистит новая техника. В столицу она прибыла из России. Уже прочищены 4 объекта. Сегодня бригады рабочих занимались канализацией на улице Юности в Октябрьском микрорайоне столицы. За процессом наблюдала и Ольга Гаврилова. Теперь время очистки ливневок сократится в несколько раз. На баланс столичного ДРСУ поступила специализированная машина. Она комбинированная и предназначена для санации систем ливневой канализации. Машина в единственном экземпляре в нашей республике. Мы очень рады, что наконец-то у нас появилось. Много лет мы об этом мечтали и пытались найти возможность. В этом году с помощью госадминистрации мы эту машину себе приобрели. Ни раз и ни два складывались ситуации, когда в пору проливных дождей столичные улицы затапливало так сильно, что не пройти и не проехать. Очень часто причиной тому становилась непрочищенная ливневая канализация. В воде попросту некуда было уходить. Специалисты говорят, вручную подготовить пути отхода для осадков невозможно. Приходилось залазить туда и ведрами саперскими лопатами на коленях это все выгребать. Это очень было трудно, очень тяжело и очень долго. Теперь специальная каналопромывочная машина решает проблему быстро и эффективно. Всего в Тирасполе 40 километров ливневой канализации. Планово мы тоже не могли очистить тот объем, который мы хотели даже. Понятно, что осенью период очистки и этапы между очистками сокращаются, потому что это листва, опавшая вместе с источными водами туда спускается. Также намывание грунта различного. Эта же каналопромывочная машина уже в этом году 12 объектов. Те, которые мы не могли прочистить несколько лет. Четыре из которых уже прочищены и восемь еще в работе находятся. План ДРСУ составляет уже и на следующий год. В нем более 40 объектов. По прогнозам специалистов, с помощью новой машины можно за несколько лет привести в порядок ливневую канализацию в столице. И перейти к очистке ливневок в других городах Приднестровья. Ольга Гаврилова и Олег Коваленко. Первый Приднестровский телеканал.